50-ю годовщину полета первого человека в космос отмечали по всему миру и в том числе в Хьюстоне, где находятся космический центр имени Джонсона и Центр управления полетом Международной космической станции. Делегация российских и американских астронавтов посетила Русский культурный центр Хьюстона, где открылась выставка, посвященная полету Юрия Алексеевича Гагарина. Мы, американские и канадские летчики-астронавты, с детства знаем о Юрии Гагарине. Для нас он не только первый русский в космосе, а первый человек в космосе. И это то, что нас с ним всегда связывало. И то, что делает наши отношения с нашими российскими друзьями и коллегами столь сердечными. Я родился в 1959 году, и поэтому, когда Гагарин летел, мне было два года. Я был маленький ребенок. Но я наблюдал, что он делал, что американские астронавты делали тоже. И я решил, что надо быть, надо быть астронавтом. Это что-то очень интересное. Сейчас я знаю, что я был очень успешен, потому что я уже летел два раза в космос. И через несколько месяцев, я 6 месяцев поживу на Международной станции. Но это благодаря, из-за того, что они делали 50 лет назад, что у меня была жизнь как эта. Космос — это мечта. В общем, хочется туда попасть. И хочется сделать что-то полезное для своей страны, не прожить жизнь просто так. На борту МКС, Международной космической станции, работают космонавты из разных стран. От того, какие между ними складываются отношения, зависит многое. Очень дружелюбные отношения. Потому что все профессионалы, на самом деле, берут только лучших. Лучших из летчиков, лучших из докторов. А если посмотреть американскую сторону, у всех ученые в степени. Все очень грамотные, прекрасные люди. Поэтому неважно кто — европеец, японец, канадец. Они все остаются людьми. И они действительно хорошие люди. Они люди. Они настоящие хорошие люди. У нас мы все вместе. В этом корабле Земля. Это когда мы летаем в космосе, мы знаем, что это очень маленький шар. На МКС национальности паспорт не имеют ровным счетом никакого значения. И это правильно, потому что, глядя на Землю из космоса, не видишь ни государственных границ, ни войн. На станции мы все работаем вместе для достижения общей цели. И нам хочется, чтобы на Земле все разделяли это чувство солидарности, которое мы испытываем в космосе. Передеваем до бортов моря. Конечно, бывают трудности. Покорение космоса — задача нелегкая. Если бы это было просто, все бы там уже были. Но это трудно и потому так увлекательно и интересно. Мы ломаем старые предрассудки и исследуем космос от лица нашего вида — хомо сайпиенс. Мне кажется, это здорово, что мы работаем на международном уровне. Это одна из самых больших заслуг космической программы. В космосе нет национальностей. Гагарин был первый человек в космосе, и это для нас важнее всего. Неважно кто. Первый человек в космосе. Есть первый человек в космосе. Это человек, который принадлежит человечеству. И то, что наша страна на тот и тот и тот времени, на три месяца победила Америку. Это большое счастье. Но если бы был все-таки другой человек, никакой разницы нет. Маленький шаг для нашей страны, но огромный шаг для всего мира. Даниил Левин для «Голоса Америки» из Хьюстона. «Голоса Америки» из Хьюстона.